Всем привет! Меня зовут Анастасия Михновец, я студентка 4-го курса МатМеха УРФУ по направлению механика и математическое моделирование. Представься, пожалуйста. Меня зовут Эмилия, я UX-исследователь и руководитель UX-лаборатории в Контуре. UX-лаборатория, она помогает командам, где нет своего исследователя, если вкратце. Для начала расскажи, пожалуйста, кто такой UX-исследователь. UX-исследователь, наверное, можешь сказать, что это такой мостик между командой разработки и пользователем продукта. Мы узнаем сценарии пользователей, узнаем их задачи, боли, проблемы, что им вообще важно в их работе, чтобы потом команда разработки могла делать продукт, который действительно помогает пользователям решать их задачи. Расскажи, пожалуйста, какие задачи ты решаешь на работе? Ну, вообще, исследователь, он участвует на разных стадиях работы над продуктом или функциональности. Поэтому, ну, задачи по этому у меня тоже очень разные, зависимости от этих этапов. Сейчас расскажу на примере. Например, если есть какая-то идея новой функциональности или продукта, тогда у меня задача, как у исследователя, проверить гипотезу этой идеи и функциональности, провести интервью, например, собрать сценарии пользователей, узнать, в общем, как это в реальной жизни все устроено. Если у нас этап проработки решения, то тогда моя задача, как исследователи, это самое решение проверить. Например, мы проверили идею, поняли, что нам нужно вот именно такое решение, нарисовали картинки прототипов, как это будет выглядеть. И я иду к людям проверить это решение, чтобы они дали свой фидбэк, все ли понятно, есть ли какие-то вопросы, все ли мы удобно придумали. Третий блок задач — это когда вот уже все работает, продукт действующий, функционально запустили. И тут моя задача — собирать постоянно фидбэк от пользователей, аккумулировать его и доносить до команды разработки. И это, наверное, последняя задача, которая, она и всегда — доносить вообще фидбэк до команды разработки от пользователей, чтобы ребята понимали, для кого они делают продукт и делали его максимально удобно и хорошо для наших пользователей. Как ты попала на эту роль? Как ты к этому пришла? Что ты изучала? Может быть, ты где-то училась? Как вообще становятся UX-исследователями? По желанию, добровольно становятся UX-исследователями. Но вообще у меня клиническое образование, клинического психолога. И очень часто на роль исследователя приходят именно с психологическим или социологическим образованием чаще всего. Если посмотреть на весь наш отдел, то плюс-минус именно будут ребята с такой подготовкой. А для чего это нужно? У нас очень много задач, именно связанных с общением с людьми. Основные задачи — это все-таки интервьюирование респондентов, пользователей, и проведение личных встреч или удаленных, где нужно именно уметь правильно задавать вопросы, слушать собеседника, включать эмпатию, и потом это все доносить до команды, чтобы у них тоже включалась эмпатию. Поэтому вот то, что дает психологическое или социологическое образование, это как раз то, что нужно, чтобы можно было дальше работать исследователем. А какие еще навыки важны? Важны аналитические способности. Мы, когда поисследуем, узнаем много информации, потом это все нужно проанализировать. Нужно из всего этого объема информации выделить главное, что самое существенное, что нужно донести до команды. Сопоставить все факты и найти логические связи между ними. Поэтому это аналитические способности, умение работать с большим объемом информации, уметь общаться, проявлять интерес, эмпатию к своему собеседнику, корректно задавать вопросы. Ну и, наверное, такое еще очень важное. Мы оперируем фактами. То есть максимально объективные, безоценочные, без интерпретаций. Когда общаемся с собеседником, мы не думаем в этот момент, как-то он не так ответил, как нам хотелось бы. Нет, мы просто узнаем, как оно есть на самом деле, и потом доносим до команды эти факты. То есть я правильно понимаю, что все, что говорит респондент, все это важно. Да, правильно, очень важно. И причем, наверное, супер важно еще проявлять интерес к тому, что он говорит. То есть если даже мне до этого 2-3 человека говорили это же самое, тут как бы, ну ладно, я-то уже знаю, не прокатит. Мне правда интересно, что конкретно этот человек рассказывает, как у этого пользователя все устроено, даже если я что-то похожее уже слышала. ТОП-3 книги, которые будут полезны начинающему? Я вообще первую книжку, которую читала, это Влад Головач «Искусство мыть слона». И она очень простая, легкая и короткая. Вот я бы ее прям посоветовала новичку. Вторым, наверное, пунктом не книгу даже, а наши гайды. Там есть раздел «Пользовательские исследования», «Контура гайды». Я бы почитала их, потому что там очень кратко и понятно все написано. И третье, опять-таки, не книгу, а, наверное, пойти и поискать статьи на медиуме, просто по тегу UX Research, потому что какие-то новые статьи, кейсы от других исследователей, кажется, это самое полезное, чем вот почитать какую-то книжку. Вот, наверное, такой топ-3 гайдов, статей и одной книжки. Расскажи, пожалуйста, какие личные качества тебе помогают в работе, а какие, наоборот, мешают? Наверное, помогает как раз-таки вот эта способность установить контакт с очень разными собеседниками. До этого я работала клиническим психологом с детьми-инвалидами и с их родителями. И там были очень разные люди, которые приходили. Наверное, вот именно когда я работаю сейчас с исследователем, мне очень помогает найти подход абсолютно к разному собеседнику, абсолютно разного возраста, разной роли. То есть там бухгалтер, директор, индивидуальный предприниматель. Они все очень разные по складу и по общению. Вот, и это очень прям здорово, когда получается найти контакт. Еще, наверное, помогает то, что я очень люблю такие небольшие детективные истории. У нас очень много аналитической работы, поэтому, когда я обрабатываю всю эту информацию, сопоставляю ее, я чувствую себя таким небольшим детективом. И вот, наверное, такая внутренняя тяга к распутыванию, к сопоставлению фактов, она мне тоже очень сильно помогает в работе. А есть ли что-то, что мешает, наоборот? Может быть, какая-нибудь лень? Ну, я бы не называла это ленью, но вообще, когда я 4 года назад пришла на эту роль, мне было довольно сложно прямо погрузиться на несколько часов в рутинную работу. Ну, у исследователя есть такие этапы, когда мы транскрибируем, например, интервью. То есть сидишь несколько часов, фиксируешь дословно то, что рассказывает тебе человек, пользователей. И это прям требует большой концентрации. Ты несколько часов сидишь за компьютером, все это фиксируешь. Мне было сложновато первое время, но за 4 года, кажется, это тоже прокачалось. И теперь я нахожу в этом вот как, не знаю, как кусочек этой детективной истории. Я сижу, погружаюсь в материал, пока его вроде бы рутинно анализирую, я уже проникаю в ситуации, у меня там начинаются строиться логические цепочки. Поэтому вот это было сложно, но, кажется, тоже со временем уходит. Как твоя работа помогает тебе в жизни? Ну, до того, как я работала следователем, мне было очень сложно отвечать на всякие телефонные звоночки, особенно с незнакомых номеров, или звонить и решать вопросы по телефону. Сейчас, кажется, мне настолько автоматизировалось позвонить, набрать, решить вопрос, что-то уточнить, что я просто беру, звоню, просто беру трубочку, и это прям очень сильно помогает. Например, можно пиццу заказать по телефону. Ой, круто. Угу. Достаточно интересный опыт. А как вот ты думаешь, какую пользу ты приносишь своей команде, продукту? Вот почему то, что ты делаешь, это выгодно бизнесу? Угу. Ну, в первую очередь, как я вот говорила вначале, я рассказываю команде, кто такие пользователи наши. И это помогает вообще всей команде разработки разным ролям, разработчикам, аналитикам, тестировщикам, понимать, а для кого они делают эти конкретные фичи, для кого они пишут код, для кого они тестируют. Я рассказываю, что вообще-то там сидит реальный человек, Мария Ивановна, бухгалтер, она потом работает в нашей программе, у нее вот это болит, это ее радует, и это помогает ребятам повышать мотивацию, что ли, для того, чтобы делать продукт для реальных людей, а не просто задачи куда-то в никуда. Это первая польза для команды разработки. Но вот ты спросила про бизнес, тоже классный вопрос. Исследователи очень часто проверяют гипотезы от бизнеса в том числе. То есть, например, на каком-то этапе работы продукта возникает вопрос, а куда дальше его развивать? Может быть, нам нужны новые какие-то пользователи, чтобы продукт становился больше и становилось больше пользователей? Тогда у, например, продакт-менеджера рождаются гипотезы, новые идеи, новой функциональности, нового сегмента. И я как исследователь иду ее проверяю. Потом приношу реальную информацию, факты из жизни пользователей или потенциальных пользователей. И таким образом мы понимаем в продукте, а куда все-таки стоит дальше идти развиваться? А где исследование показало, что, кажется, гипотеза не подтвердилась, это пока никому не нужно или нет подходящего сегмента, и мы можем на это просто не тратить время. И как профит, если мы делаем классные продукты, классную функциональность, из той информации, которую приносят исследователи для наших реальных пользователей, у нас этих пользователей становится больше, продукт получает больше денег. Кажется, бизнесу как раз-таки это и выгодно. Такая связка продукта и пользователей, и выгоды для бизнеса в целом. Хорошо. И последний вопрос. Что важнее, интересная задача или высокая зарплата? Я бы не выбирала. Ну, то есть, зачем выбирать, если можно и то, и то.